Здравствуйте! Это программа «Первая студия». Имя великого поэта казахского народа Абая Кунанбаева сегодня известно всему миру. Его произведения вдохновляют молодое поколение на служение своему народу, поддерживают в нем стремление к новым знаниям и наукам. Педагогические идеи просветителя, мысли и произведения которого стали борьбой старого и нового, имеют мощное педагогическое значение и по сей день. Они остаются актуальными в процессе воспитания молодежи. Этот год насыщен мероприятиями, посвященные великому поэту и писателю. Итак, у нас в студии Фомисай Байдаулет, главный специалист Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, и Гульнара Байлина, главный специалист Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Здравствуйте, спасибо, что пришли в эфир нашей программы. Итак, скажите, пожалуйста, какие мероприятия в этом году проходили в вашем ведомстве, которые приурочили юбилею Абая Кунанбаева? Да, вы правы. Конечно же, в этом году Казахстан отмечает такое глобальное событие, скажу, 175-летие великого поэта Абая Кунанбаева. Конечно же, к этому мероприятию подготовка началась еще в 2019 году, когда президент поручил, что 2020 год, на протяжении года мы будем праздновать это мероприятие. И, конечно же, правительство было вынесено постановление, что 10 августа – это день Абая, и также эту дату включили в праздничные дни. Конечно же, наш департамент – это не исключение, когда вся страна празднует такое мероприятие. И, конечно же, мы все знакомы с произведением этого великого поэта, мыслителя, философа, композитора, скажем. И, как вы знаете, на всей территории Казахстана в этом году началась акция, или челлендж, как мы говорим об этом, где известные по нашему Казахстану наши артисты или другие известные личности читали его произведения и также передавали друг другу эстафету. И эта акция, мне кажется, обрела такой масштабный масштаб, когда в нем принял участие наш президент, когда столичная школьница передала эстафету президенту, и тем самым эта эстафета пошла и дальше. Наш департамент тоже не стал сидеть, сложа руки, и как бы тоже начали участвовать в данной акции. И наше руководство, и все наши сотрудники, и мы друг другу передавали эту эстафету. И когда, знаете, начали выбирать, кто какое будет произведение читать, это же нужно изучить все его произведения, и обратно уходишь, скажем так, в детство, когда ты в школе, когда ты изучал эти произведения, и обратно начинаешь задумываться, потому что эти слова, они актуальны сейчас, его те же темы, которые он когда-то, когда-то в прошлом веке, да, говорил, и они актуальны сейчас. Поэтому кроме этого челленджа нашим департаментом на постоянной основе проводятся правовые всеобучи, вот, да, где нашим управлением была презентована статья нашего президента, Казмышу Марту Кемелевичу Токаева, которая посвящена именно Абаю. Также были изучены статьи первого президента нашей страны, Назултана Абешеватия Назарбаева. Кроме того, у нас очень много проводится мероприятий с молодежью, где мы также затрагиваем и всегда вспоминаем те слова назидания нашего великого поэта. Ваше произведение любимое какое? Мое произведение, это, ну, оно в основном направлено на образование, когда он говорил, что не постигнув, то есть, науки, то есть, никогда не останавливайся, то есть, ты всегда должен самосовершенствоваться, и ты всегда должен смотреть вперед. То есть, это для меня, это его самое такое слово, которое будет во все времена актуально. Главный тезис. Скажите, вот, как вы думаете, какие проблемы, которые поднимал еще Абай Кунан Баев, актуальны и сегодня? Ну, сразу же, очередной вопрос, сразу хочется отметить, это, конечно, тема образования, потому что образование – это основа будущего. Даже в то время, более полувека назад, великий мыслитель Абай Кунан Баев, он отмечал, что он призывал нацию к образованию, модернизации, обновлению, адаптации к новым изменениям. То есть, эта тема была актуальна и в то время, и сейчас. И второй вопрос, наверное, это изучение языков. Эта тема также актуальна и в наше время, изучение государственного языка, статуса нашего языка, что поднятие, и также иностранного языка, в частности, английского языка, например. Поэтому эта тема также актуальна и сегодня. Вот насколько часто вообще обращается сегодня молодежь к наследию, творчеству Абая, и вообще, что для себя берет главное? Ну, я думаю, что нынешняя молодежь Казахстана, она очень образована. Она очень образована. И даже, вот я сказала, да, челленджи. И даже, смотря, вот просто написать в Инстаграме, да, в Фейсбуке, Абая челлендж, там 90%, наверное, да, или 95% – это молодежь. И поэтому я думаю, что наша молодежь, читая, да, участвуя в данной акции, намного больше узнала об этом мыслители, намного больше начали переосмысливать свое поведение, так скажем так, да. Поэтому я думаю, что то наследие, которое нам оставил великий поэт, это такой клад, да, для нашего подрастающего поколения. И я думаю, что нынешняя молодежь больше именно направлена и больше стремится сделать те дела, которые когда-то говорил нам наш великий мыслитель, когда он говорил о модернизации, вот когда говорим мы, когда он говорил о самосовершенствовании, наша молодежь сейчас очень продвинутая, и многие ставят перед собой такие цели, то есть именно обучиться, 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 обучиться. Поэтому я думаю, что молодежь сейчас направлена именно на это. К вам много приходит молодежи, обучение, переквалификацию. И насчет переквалификации, да, вот нашим департаментом, мы об этом уже говорили во всех, наверное, новостях, что нами реализуется проект, да, школа государственной службы. Это вот где наши студенты, подрастающие наше поколение, именно наши области обучаются основным моментам государственной службы, этики госслужащих. Ну и, конечно же, все это должно сопровождаться и другими учениями. И, конечно же, здесь и назидание Абая тоже встречается, так как это все учения проходят у нас в филиале Академии государственного управления, где у нас их обучают профессора, да, и, конечно же, обучают их и практики, то есть действующие государственные служащие. Поэтому вопрос подготовки квалифицированных кадров на государственную службу всегда оставался актуальным вопросом для нашего департамента, и мы всегда стремимся создать какие-либо другие новые проекты, именно направленные на переквалификацию, да, повышение квалификации нашей молодежи. Какие проекты будете реализовывать в ближайшее время и в следующем году? Ну, в ближайшее время мы хотим еще более усовершенствовать нашу школу государственной службы. Недавно нами совместно с филиалом была создана ассоциация членов выпускников, то есть Академии государственного управления, где также есть и молодые государственные служащие. Я думаю, что совместно с этой ассоциацией школы государственной службы мы будем придумывать новый проект. Пока что мы пока не будем говорить. Я думаю, что мы придем на ваш еще один эфир и будем рассказывать о наших новых проектах. То есть пока это под занавеси. Скажите, пожалуйста, с конца прошлого года в течение этого внесены изменения в законодательство, в госслужбе. Как реализуются эти изменения сегодня? Да, вы совершенно верно говорите. В этом году было принято ряд нормативных правовых актов, которые изменили совсем, скажем так, процедуру отбора на государственную службу. Изменили в каком плане? Упростили. К примеру, если ранее, чтобы взять человека, то есть провести конкурс, чтобы закрыть вакансии, государственному органу требовалось 56 дней, а может и больше. То есть в этих условиях вакантная должность оставалась долгое время без человека. И эту работу делал кто-то другой. То есть у действующего госслужащего были и другие обязанности. И это немного была проблемой. Сейчас же сократились сроки до 22 дней. То есть конкурс проводится. Сделали из трехэтапного двухэтапного. То есть это внутренний конкурс для действующих, услужащих и общий конкурс для всех граждан Республики Коста. Также для повышения открытости и прозрачности проведения конкурсных процедур институт наблюдательства, он был немного расширен. Если ранее в качестве наблюдателя участвовали только государственные служащие, депутаты, общественники, то сейчас же наблюдателем может стать любой человек, достигший 18-летнего возраста. Для этого он только подает удостоверение личности в кадровую службу, где проходит это собеседование. И тем самым он может наблюдать за всем процессом конкурсной комиссии. Какие еще изменения были? Количество документов было упрощено. Если ранее человек нес десятки документов, к примеру, для участия в конкурсе, сейчас же он несет только заявление, свой послужной список и диплом. Три документа только. Ну и, конечно же, то, что я думаю, это поправка, то есть по внедрению дистанционного режима собеседования было внесено вовремя, потому что в условиях пандемии она доказала свою действенность, то есть она доказала то, что сейчас это необходимый механизм, именно когда люди не могут выйти, но хотят, к примеру, поменять, либо устроиться на госслужбу, и для этого им не нужно выезжать в другой город. Просто дистанционным способом могут показать свои знания, участвовать в конкурсе, и тем самым даже есть очень много у нас примеров, когда таким способом люди устраивались на работу. Проект с дипломом в село для молодежи стал достаточно масштабным, хорошим стартом в карьере. Скажите, как он реализуется сегодня? Ну, начнем немного, наверное, со статистических данных по линии госслужбы. На сегодняшний день в нашей области функционируют 664 государственных органов, из них штатная численность составляет 6213 человек, фактическая численность 5593 единицы. Вакансии у нас имеется 620 единиц, или 9,9%. Это такие данные у нас. Также у нас в области имеется качественный состав кадровый, у нас имеется высшее образование, это 89% всех служащих. Средний возраст у нас составляет 39 лет, средний стаж на госслужбе у нас 10,8 лет. При этом молодых людей на госслужбе составляет 21%, которые до 29 лет, то есть у нас относительно молодой кадровый состав имеется. Чистая сменимость или уход с государственной службы у нас составляет 93 единицы, или 2,5%. На этапе собеседника у нас приняло участие 1583 человека, из них принято 1070 человек на госслужбу. А на первичные этапы, то есть на низовые должности, у нас поступило 462 человека, гражданин РК. По результатам внутренних конкурсов в местные органы у нас принято 272 кандидата. Из них на вышестоящую должность 213 человек, или 78%. 78,3 или точнее. То есть предсмертократия у нас соблюдается в области. То есть продвижение по служебной лестнице, то есть от низовых должностей к вышестоящим должностям. Также мы участвуем, как сотрудники нашего департамента, в наблюдательстве. Мы участвовали на наблюдательных конкурсах на 465 должностей. Также у нас идет проход тестирования. Тестирование у нас тоже прошло 3078 гражданина, в том числе у нас на административную государственную службу прошло 1622 человека. Из них 817 человек, или это 50% набрали высшее пороговое значение, и также 50%, которые не набрали это пороговое значение. На правоохранительную службу у нас поступило 1456 человек, и из них только 45% набрало высшее пороговое значение, или 649 человек. Показатели стали лучше? Да, да. Выше? Показатели. Они у нас стабильно, как-то на одном 50% уровне, как-то сохраняются в последние 2-3 года. Дистанционный формат он как-то изменил? Нет. Дистанционный формат сдачи тестирования именно в МИЦДУ. Нет. Тестирование также проходит в плочном режиме. Там ничего из них нет, дистанционный формат там не применяется. И о программе с дипломом в село. Это программа, она предусматривает, что это за программа, да? Она предусматривает нейросоциальные поддержки для специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения культуры, спорта и агропромышленного комплекса, которые прибыли для работы в сельско-населенные пункты для работы. И агентством по делам госслужбы Республики Казахстан совместно с администрацией президента была инициирована, теперь это программа, и на госслужащих. Госслужащих именно сельских округов должностей и поселков. Именно на низовые должности, исполнительные должности. То есть это главные ведущие специалисты. То есть это программа для распространения на госслужащих. По данной программе для указанной категории госслужащих предоставляется подъемное пособие и социальная поддержка в виде кредитования на строительство или приобретение жилья. И одно заслуги этой программы является отработка в данной организации не более трех лет. Вот такая программа. Молодежь приходит учить не только законы, насколько они творческие люди, можно сказать, насколько они часто обращаются к литературе, к творчеству казахских известных поэтов. Конечно же, нашим департаментом ежегодно проводится конкурс авторских статей, где молодые госслужащие, как вы говорите, участвуют на этих конкурсах. Кроме того, у нас есть конкурс «Лучшие государственные служащие», где есть этап, где мы оцениваем их. То есть, с другой стороны, не только то, что они знают, закованные там свои функциональные обязанности, оцениваем их и дополнительные какие-либо знания, умения, навыки. Также конкурсы у нас обычно проводятся и филиалом Академии Государственного управления. Что касается творчества, знаний литературных. И я думаю, что... Но я пока не слышала, конечно, чтобы филиалом проводились именно по творчеству Абая, но я думаю, это будет хорошая идея для государственных служащих, то есть создать какую-либо хорошую статью, да, либо еще какой-нибудь конкурс именно в рамках празднования 175-летия Великого поэта. Что предлагают? С чем приходят молодые? Может быть, предлагают какие-то свои идеи, проекты? Насколько они активны сегодня? Активность молодых госслужащих... Мы всегда проводим круглые столы, да, встречи. Это сейчас намного легче проводится, потому что все в онлайн-режиме. И на встречах в основном мы поднимаем тему совершенствования государственного управления. Поэтому каких-либо таких предложений от молодежи, именно касательно вот того вопроса, который мы сейчас задали, пока как таковых конкретных предложений нет. Но в основном... Это, наверное, все в будущем. Да, да. В основном это по госслужащему управлению. Скажите, на что сейчас обращаете внимание, ну вот в обучении молодых кадров? Больше всего где акцентируете внимание? Конечно же, при обучении молодых госслужащих мы не должны забывать о преемственности. У нас есть проект «Онлайн-наставник», где участвует в качестве наставника ветеран государственной службы. Их у нас, я скажу, что немало. И они все обладают такими хорошими качествами. И они всегда идут навстречу. И молодежь, с которой мы сейчас работали, да, в прошлом году, в этом году, они всегда так хорошо отзываются о наших ветеранах, что им даже и литературу читать не надо, потому что вот он человек, который их обучает, помогает по тайм-менеджменту, по другим либо каким-либо вопросам, как построить там вообще свою карьеру и все такое, как добиться успеха на государственной службе. Потому что эти ветераны когда-либо, когда-то начинали еще с самых низов и как бы ушли на пенсию, будучи управленцами, руководителями областных управлений. Вот, поэтому я думаю, что вот такие проекты, они будут больше, скажем так, повышать именно интерес молодежи, предлагать что-то новое и начинать что-то новое на госслужбе. Скажите, сколько сегодня по программе с дипломом «Село» молодежи устроилось на работу, получило новое место, новые условия? Ну, надо отметить, что эта программа в диплом «Село» «В изменения в закон» вышла в июле 2020 года. Но правила, то есть под закон «Авт» он вступил в силу только в октябре этого года. То есть в полную меру этот проект пока еще не вступил, он реализуется, но еще пока не в полной силе. Уже заявки поступают от молодых. Я хочу участвовать в этой программе и поступить на госслужбу где-то в Адматы или какие-либо другие. Ну, заявку уже сейчас можно подавать. Можно подавать. Подают уже? Интересуются? Ну, много, да, конечно. Потому что это был сам приказ, этот подзакон был подписан буквально 13 сентября, он вступил в силу буквально на днях. Поэтому пока говорить о фактах обращения пока еще немножко рановато. Кумисай, скажите, какие акции, мероприятия проводили дополнительно? Департаментом, кроме вот тех перечисленных проектов, проводятся акции. Это денег открытых дверей, это час дублера. Вместе с тем хочу, пользуясь случаем, сказать нашим студентам, что у нас еще с прошлых лет действует меморандум между высшими учебными заведениями и государственными органами области, в которой гласит, что наши студенты, студенты нашей области имеют полное право пройти практику учебную, которая вот у них во втором, третьем курсах, в любом государственном органе, которые им, то есть, соответствуют их выбранной профессии. То есть, если это юриспруденция, то это, возможно, правоохранительные органы либо любой другой государственный орган, потому что юридические отделы есть везде. Также хотелось бы сказать, что в рамках, то есть, все направлено на формирование позитивного имиджа государственной службы. И в этой связи нами также ведется проект «Секта-бастама», то есть, это стажировка молодых сотрудников в государственных органах. И по итогам данной стажировки у молодежи есть шанс, скажем тогда, остаться на этой же работе, но уже государственным служащим. То есть, вот такие вот у нас есть еще проекты. Про час дублера тоже бы хотелось бы сказать, что у нас, как проходила эта акция, когда общественники, молодежь уже внутри государственного органа ознакомливаются с коллективами, его должностными обязанностями, и час чувствуют себя как госслужащий, смотрят, какие дела решаются, какие вопросы, с какими обращениями приходят к нам граждане. И вот буквально осенью мы проводили такую акцию, поэтому я думаю, что она найдет свое продолжение, как и акция «Тень открытых дверей». То есть, у вас насыщенно проходит каждый месяц, каждая неделя? Я не скажу, что каждый месяц, но раз в квартал, раз в полгода мы проводим подобные акции именно с молодежью, потому что, еще раз хочу повториться, наверное, 95-99% наших мероприятий проводятся с молодежью. Почему? Потому что они в основном, скажем так, реформаторы, и всегда подкидывают какие-либо идеи, даже если не то что идеи, когда они сталкиваются с какими-либо вопросами, они нам предлагают улучшить то, либо оказание какой-либо государственной услуги, будь то это поступление на государственную службу, а может быть там сделать так, а может быть там тестирование, к примеру, сократить сроки, к примеру, пересдачи. Кстати, вот хотелось бы сказать, что у нас сроки пересдачи тестирования сократились на 15 дней. Если раньше человек плохо сдал тестирование, он должен был сдать целый месяц. А за месяц столько шансов, столько вакансий проходит впустую, и мы сократили, агентством было предложено, его поддержали, и внесены поправки закон, где говорится, что пересдача тестирования через 15 календарных дней. Вот поэтому все делается для молодежи, чтобы только она поступала на госслужбу. Мы всегда их чаще всего собираем, чтобы услышать от них еще дополнительные идеи. Вот такого правда. Что вы пожелаете молодежи? Молодежи еще раз никогда не сдаваться, всегда совершенствоваться. Если вам сегодня не повезло, то завтра повезет обязательно. Поэтому никогда не опускать руки и идти только вперед. Обращаться к назиданиям великого Абая Кунанбаев? Конечно же, Абая Кунанбаев, хоть и жил в другом веке, так скажем, но он тогда еще говорил, что нам, то есть народу, всегда нужно обучаться. Не только обучаться, но и, к примеру, даже если возьмем языки, он всегда говорил нам, обучайте другие языки, потому что, чтобы идти вровень с другой нацией, которая в каких-либо областях выше нас, достигли больших результатов, мы должны знать их язык, и мы должны идти с ними вровень, чтобы бороться за первенство, так скажем. Поэтому, я думаю... Гульнара, вы что пожелаете? Молодежи, конечно же, совершенствоваться, заниматься саморазвитием. Тем более сейчас, может быть, у кого-то, может быть, добавило свободное время в связи с дистанционным обучением или нахождением дома, может быть, уделить больше внимания, конечно, вот этим вещам. Воспользоваться этим, воспользоваться этим ситуацией в нынешнее время и повышать, постоянно повышать свой уровень. Ну, когда вы это желаете, молодежь вообще слышит, она как-то отвечает требованиям? Вообще, я считаю, что да. Вот наблюдается, что действительно сейчас молодежь стремительно стремится вперед идти. Это отмечается у нас как-то и в работе, и в целом как-то по нашим мероприятиям, нашим проводимым всяким встречам. Мы видим их нежелание увидеть новое, услышать новое. Кумисая Гульнара, спасибо за то, что вы пришли в эфир нашей программы. Пожелаем вам удачи. Это была программа «Первая студия». Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин